Офицеры, педагоги, научные сотрудники и представители общественных объединений. Такие разные профессии героев, но единое на всех желание сберечь историческую правду, воспитать подрастающие поколения, вести поисковую деятельность. Своих владельцев нашли почти три десятка юбилейных медалей в 85 лет Гомельской области. Жители региона получили их из рук председателя облсполкома Ивана Крупко. Мы встретились с теми, кто уверен, патриотизм – это не громкие слова. А конкретные дела. Кропотливая работа по сохранению исторической правды. 15 лет назад в Гомельском университете имени Франциска Скорины создали волонтерский отряд «Ветеран». Идейный вдохновитель – Татьяна Макаренко. На счету добровольцев огромное количество важных дел. От поиска мест захоронения героев Великой Отечественной, восстановления и приведения в надлежащее состояние памятников, до решения бытовых проблем и оказания помощи после реабилитации участникам войны. Руководитель отряда Татьяна Макаренко признается – получить юбилейную медаль 85 лет Гомельской области – неожиданное и очень волнующее событие. Скромно добавляет – работала не ради награды. Нет, конечно, не за медаль. Потому что иначе зимой в 20-ти градусный мороз, в количестве 30 человек мы бы не искали захоронения на Рерийском кладбище на Южном. Иначе не прочесали бы мы со студентами лесного хозяйства полностью все кладбище в чонках. Тогда мы не думали о медали, студенты не думали. Мы думали о том, чтобы найти захоронение. Фраза «Никто не забудет, ничто не забудет» в нашей благословенной Белоруссии – это не просто слова, это дело, которое надо делать нам. Кандидат исторических наук, доцент кафедры философия, история и политология Белорусского университета транспорта. Больше 40 лет педагогического стажа. Заслуги Галины Чаенковой не единожды отмечали на самом высоком уровне. Обладатель ученой степени имеет звание заслуженный работник образования. В 2003-м орден Франциска Скорины вручал президент Белоруссии. Юбилейная медаль пополнила коллекцию наград. Сейчас очень сложное время, говорит Галина Чаенкова. У нее, кстати, свой взгляд на то, почему коллективный Запад ополчился на нашу страну, и что ему так не дает покоя. Это внимание к каждому человеку. Вот эта любовь к людям, я считаю, во главе этой государственной политики стоит. И это не дает покоя западным странам. Это раз. А во-вторых, они все время стремились над кем-то господствовать. Я как историк это очень хорошо понимаю. Всегда стремились над кем-то господствовать. Приписывает это Георгию Константину Чужукову, который после победы Великой Отечества на войне сказал, что Запад нам никогда не простит этой победы. Беларусь не стремится соответствовать чужим ожиданиям. Она идет своим путем. Один из государственных приоритетов – сохранение мира. И еще – воспитание патриотов, которые при необходимости встанут на защиту суверенитета государства. Военно-патриотические центры специальной подготовки до призывной молодежи «СКИФ» как раз на этом и специализируются. Владимир Гобров и его коллеги подбирают мальчишек, которые мечтают проходить срочную службу в силах специального назначения. Это труд, который оценен главой нашей области. И в любом случае мы прошли свой путь трудный методом проб, ошибок. И много всего было на этом пути. И на сегодняшний день мы вышли на уровень, который просто даже зашкаливает для солдатов специально подразделения срочной службы. Потому что ряда направлений, которые мы очень плотно и качественно изучаем, нет. Та же водолазная подготовка, штурмоволь, альпинизм и прочее, его нет для военнослужащих срочной службы. А у нас есть. Поэтому мы на очень серьезном уровне готовим уже не просто будущих военнослужащих, а кадровых военных, которые от нас поступают в военную академию, на различные факультеты, на пограничную службу МВД, РКВБ и так далее. Сберечь величие белорусского народа – вот для чего работают настоящие патриоты Белоруссии. Они воспитывают достойную смену, для которой ценности предков святое. Наталья Игнатенко, Сергей Комков. Новости недели. Новости недели.